виталий приветствую тебя торговая сессия среды наш традиционный для этого дня эфир техника фундамента разбор рыночных возможностей ситуации очень новостного фона и подсказки нашим подписчикам как и что можно делать конкретные рекомендации я предлагаю тогда демонстрация крана перейти сразу и пробежат по тем активам на которые мы обращали внимание в прошлый раз ну и как без доллара индекс американской валюты первый актив 100 . 79 7 пунктов прям моменте это четырехчасовой таймфрейм друзья индекс доллара снова подрастает но тренд очевидно бычи очевидно растущий американская валюта пользуется спросом множество факторов начиная от того что доллар любит покупать когда есть предпосылки и и даже подтвержденные факты реализованы геополитических видков или когда пахнет жарь мировой экономики сейчас вот кстати последний прогноз волна сакс что вероятность рецессии экономики в ближайшие два года уже 34 процента ну тучи сгущаются конечно же сейчас это можно сказать вообще про любую экономику потому что мы видим как центральные банки по сути бессильны перед ростом инфляции когда же который продолжается и несмотря на действия которые предпринимаются по ужесточению политики индекс потребительских цен остается на многолетних в отдельных случаях даже рекордных показать но я не сторонник того что рецессия неизбежна американской экономики хотя а все может быть индекс доллара также растет еще и опять же из-за инфляции который обозначил потому что конечно же чем выше инфляция тем более агрессивного подхода будет придерживаться американский регулятор понедельник собственно когда мы увидели тест уровня сопротивления 101 пункт был основан на реакции трейдеров на комментарии джеймса булларда всем известного чиновника фреса кто-то считает что он является самым авторитетным представителем среди голосующих членов ну не знаю я настолько в кулуары именно лидеров мнения непосредственно фрес не не вникал но то что индекс доллара отреагировал на именно его комментарии таким образом может быть указывает на то что в этом есть какая-то истина но с другой стороны еще никто из представителей американского регулятора не допускал что ставку могут повысить сразу на семьдесят три базисных пунктов то есть как хронологически все было сначала повышение ставки на 25 базисных пунктов фактическое решение потом нас как трейдеров инвесторов и спекулянтов начали готовить к тому что возможно потребуется более активные темпы роста ставки более агрессивное повышение на 50 базисных пунктов сейчас вот уже допускают возможность повышения ставки на 75 базисных пунктов приведет ли это в конечном счете к тому что либо в мае либо в июне ставку поднимут на такой значительный на такое значительное количество базисных пунктов время покажет но мы как инвесторы как трейдеры имеем возможность уже сейчас активно спекулировать на этой теме и еще до самого фактического решения попробовать заложить еще больше вероятность таких темпов ужесточения монетарной политики в курсе американского доллара поэтому для долгосрочно ориентированных трейдеров я по прежнему рекомендую смотреть по индексу доллара вверх и ждать например максимум которые мы видели во время к вида это сто три сто четыре капу так европейская валюта 1 0 8 11 за последние несколько торговых сессий конечно же движение стали более что ли вялыми мы если смотреть на то как развивался графика сейчас взяла видите часовой тайфрейм с начала апреля тренд был очевидно нисходящий сейчас вот уже буквально с 14 апреля больше недели такое боковик а буквально в 30 40 пунктов куда евро двинет дальше будет зависеть от того как в итоге поведет себя индекс американского доллара но раз уж я посмотрю по индексу доллара вверх я рекомендую евро продолжать удерживать в шортах с целями 1 0 7 50 1 0 7 лично для меня еще один большой риск как тире фундаментальный фон который сейчас не стоит забывать это политическая тема выборы второй тур голосования во франции которая состоится в это воскресенье и как я и а комментировал в прошлый наш с тобой эфир я среди тех кого возможно небольшого количества трейдеров инвесторов которые все еще допускают что власти может прийти другой политик отличный от макрона даже тогда когда вероятность этого крайне низко поэтому до пятницы у нас остается еще три полноценные торговые сессии я думаю что евро доллар все-таки уйдет ниже и как минимум поддержку 1 0 7 50 протестирует сегодня кстати еще данные по промышленному производству еврозоны то знает может быть слабый отчет потенциально слабый отчет может стать дополнительным триггером для снижения евро так рынок нефти бренд 839 после нашего с тобой прошлого эфира немного лучше еще забрался бренд после чего последовало коррекция опять же я сторонник того что роста продолжится помимо тех факторов которые ранее перечислялись это сокращение поставок из россии потенциальный или может быть даже уже реализовавшись и подтвержден и имеющий место быть дефицит предложения низкие показатели объема нефтедобычи странных опек которые не достают до тех поток уровней которые были согласованы еще как ты знаешь в начале недели очень активно обсуждали тему именно ливийских перебоев от добычи из-за того что было на приостановлено работа на крупнейшем месторождении или шара на потом автоматически тоже закрылись порты и сократилась отгрузка больше чем на один миллион он буквально перед нашим с тобой фирм пытался найти дополнительную информацию но вроде бы как уже все откатывается но в плане того что это нестабильность сходит на нет и в итоге мы проливе возможно уже концу этой недели благополучно забудем но в то же время хочу также отметить что главным риском для рынка нефти точнее для продавцов остается пакет финансово-экономических санкций и с против оставшуюся ставшейся части банковского сектора рф и против энергетического сектора то есть если вам на это смотреть друзья и вы привыкли торговать основываясь на каких-то системных фундаментальных факторов и смотрите на долгосрок то в случае реализации этого риска бренд будет не просто 15 долларов за баррель а гораздо выше я сейчас предпочитаю не вращаться как бы то вверх вниз и держу собственно ланговую сделку с отметки еще 100 долларов за баррель так золото 1000 1943 доллара за тройскую функцию быстрой победы для покупателей я имею ввиду успешный тест 2000 долларов разогрепления выше но пока не случилось но это пока что потому что я сторонник идеи роста золота потому что для меня золото это сейчас основной инструмент именно работы с глобальным риском в виде инфляции высокая инфляция которая уже подтверждена цифрами и растущими инфляционными ожиданиями поэтому думаю после вот этой коррекции которая возможно уже подходит к своему логическому завершению или концу или где-то в районе 1930 там уже можно будет искать точку входа для тех кто ранее не покупал с повторными целями 2000 и выше и пару слов еще и далее по поводу канадца потому что сегодня еще один важный отчет для канадской экономики данные по инфляции в 15 30 по московскому времени по прогнозам индекс потребительских цен разумеется будет расти продолжит расти в канаде ожидается цифра 61 процента это максимум за последние 35 лет с 5 и 7 я думаю что ожидания оправдаются роста инфляции окажет дополнительное давление на канадский регулятор который будет вынужден и на следующем заседании снова рассмотреть возможность дополнительного повышения процентной ставки но я напоминаю что ранее следующего заседания у нас будет еще один шаг ужесточения политики от канадского регулятора это запуск программы количественного ужесточения запланирована на 25 апреля поэтому друзья тем кому интересно поспекулировать сегодня канадцам сегодня и тире на средний срок рекомендую сделку сел стоп с уровнем точнее сел лимит с уровня 126 20 стоп лосс 126 а 70 это и профит 124 50 виталий слова тебе так всех приветствую а видно экран погрузится видно так ну по поводу возможности победы ли пена принципе все возможно это как было с победой этого трампа смеялись с него но скажем победил да почему это все происходит такие иногда перемены да потому что вот народ ну скажем какое-то население определенной страны но ну скажем не так хорошо живет до экономически и поэтому вот эти все так скажем те же самые до лица и так далее что в америке вот эти демократы да что тот же макрон ну ничего хорошего при нем не произошло поэтому выходит оппонент который дает контраргументы почему ему улучшить народ видит что они лучше не скажем не жизнь не улучшается поэтому происходят и перемены демократических странах иногда конечно это все там тоже так сложно иногда перемены но потому что там все контролируется и пресса кто бы не говорил что в сша что в любой европейской стране но иногда скажем бывают какие-то переломы вот то что был я сказал трампа напомним чуть ранее или позже я уже не помню брекси тогда произошел никто должен думал то возможен такой перелом что британия выйдет евросоюза но скажем нашли с контраргументы показали вот смотрите ну да до вступления евросоюза лучше жили а сейчас безработица и и так далее поэтому с небольшим перевесом скажем победили поэтому все возможно в этом мире на это что касается что касается мне еще такой момент кажется смешным вот по поводу ну то что ты сказал это скажем не к тебе относится а в общем в общем скажем по новостному фону когда происходят какие-то вот ну проблема там с ливией там с русской нефти там проблемы с саудовской аравией еще с какой-то страной по поводу там увеличение на один баррель уменьшение где-то недополучили это как-то влияет на всю мировую экономику какая-то небольшая доля вот этих прекращение поставок временное да иногда она как-то глобально может изменить цену это больше как мне кажется это больше какой-то новостной такой поток который глобально ничего не меняет в принципе вот это мировая экономика в таком формате завязана на да что вот эти якобы какие-то мелкие проблемы могут там повлиять на глобальное ну ну где-то станет меньше бензина на несколько процентов продукта какого-то да ну почему оно должно глобально менять какую-то картину поэтому не понимаю вот этого всего что происходит в мире ну ну даже на 10 процентов если уменьшилась допустим там поставки нефти с какой-то страны или в общем мире это же не должно глобально менять картину ну ты будешь на там на 10 процентов меньше потреблять этого бензина меньше ездить это же глобально не повлияет поэтому вот этот абсурдность такая в мире которая происходит или даже с продовольствием да бывают где-то какие-то моменты где она глобально где-то влияет на какие-то страны но в принципе есть запасы в некоторых сторонах запасы есть по любым продуктам на два-три года а то и пять лет да поэтому если где-то сегодня-завтра на 5-10 процентов чего-то меньше стало глобально не влияет даже на 50 процентов но не влияет да где-то возможно в странах где нету запасов но влияет да там в каком-то формате но глобально поэтому это больше скажем такой новостной такой поток который должен давить на умы людей и так давайте пройдемся по конкретике по золоту прошлый раз говорил о возможности шарта лимит ставил на 1965 то есть рассчитывал на ложные скажем ловушку быков больше уровня 1965 напомню ранее мы шартили но это было скажем в моменте оставлял без возможности понимания как мы подойдем к этому уровню сработал ли стоп-лосс потому что достаточно глубокий такой был вынос но я еще ранее говорил что это возможно то есть мы можем до 2000 дошли и сейчас произошел ложный вынос но вчера импульсом ушли вниз это показывает то что это скорее всего была реальная ловушка для боков в моменте мы падаем там более чем 200 пунктов там 250 моменте было 20 25 долларов золота на текущий момент кто скажем воспользоваться этой идеей возможно скажем перейти без убыток и где то что мы будем падать к уровню 1900 но я еще ранее предупреждал что если идет тот сценарий который я говорил каком-то среднесрочном развороте золота это может длиться достаточно долго там и месяц и скажем полтора и два потому что такие развороты трендов они происходят достаточно долго то же самое как было допустим в летом осенью 2020 года тоже самое был такой достаточно сильный рост потом в этой области там примерно полтора два месяца полтора месяца мы торговались и то еще раз возвращались к этой зоне только потом ушли на достаточно сильную коррекцию 300 долларов то же самое здесь если моя идея правильная то мы можем из текущих дальше падать или еще там тестировать уровень 1965 поэтому кто ранее не воспользоваться возможно поставить в данной зоне обратно лимит на продажу с расчетом что мы дальше будем идти вниз со стоп-лоссом примерно вроде там 1985 но это волатильное конечно по факту уже лучше смотреть что здесь будет такая картина дальше по поводу S&P 500 и биткоина в принципе я раньше говорил что мы неплохо практически две недели мы шартили S&P 500 мы уже падали и здесь чем мы ниже стоит обязательно фиксировать часть шартов ранее шартил переносить без убыток потому что после такой ну скажем это не длительное но вот двухнедельное падение без каких-то сильных коррекций или и так далее то можем получить любой момент разворот он в принципе что-то такое рисуется мы удержали во-первых говорил об уровне поддержки это уровне 43.80 зеркальный уровень поддержки и сейчас такое ощущение что пытается продавить уровень сопротивления там 44.50 условно 44.65 такая зона сопротивления и если мы ее пройдем то могут S&P 500 откупить вплоть до уровня 45.20 и возможно скажем с каким-то глобальным ростом потому что я говорил о таких моментах что мы можем получить вот этот импульс это все коррекция сейчас идет и дальше пойдет посмотрим здесь может сценарий каждый каждую неделю меняться в формате там или коррекция более затянется или это уже разу рост по факту нужно смотреть поэтому сейчас спекулятивно рискованно можно присмотреться к покупкам условно с текущих на пробой 44.50 со стоплосом там 44 и там же по факту посмотрим аналогично биткоин то что в принципе я в прошлый раз говорил и мы шартили его практически там две недели весь апрель и под самый low здесь больше шанса на то что пойдет какая-то крекция купили неплохим таким пин баром много таких вариантов было что феврале что в январе текущего года заканчивался заканчивалось падение и возможно продолжится какой-то рост поэтому выше аналогичная картина что и по смп 500 выше там 40 41 700 если мы закрепимся то биткоин могут затянуть повыше 44 45 тысяч там же по факту будем смотреть это новое новое зарождение тренда с перехаем прошлого месячного максимума или это на всего какая-то коррекция мы дальше отбили вниз это уже по факту нужно смотреть потому что такие перспективы сложно спрограммировать дальше что у нас еще по канадскому доллару принципе я с тобой согласен ты еще спрашивал по канадскому доллару на прошлой неделе мое мнение я говорил что картинка для меня не ясно потому что на тот момент было непонятно что здесь происходит вчера как раз с ребятами и по общей картине которая появилась мы приняли решение шортить данный инструмент конечно мы обсуждали вчера вечером где-то в районе там 26 20 примерно на этом уровне я предлагал шортить мы уже конечно ниже на 50 пунктов практически но есть вариант что мы можем достаточно сильно и я с тобой согласен пусть и вниз под уровня 24 50 24 и там более глобальным под уровня вот этих значений которые у нас есть 23 и так далее конечно здесь картинка тоже может любой момент меняться это новые максимумы и так далее то есть это уже нужно по факту смотреть но пока я зашел если ну конечно здесь она уже похуже можно с текущих там по 108 за вчерашний хай 26 40 примерно но пока за снижение ну и что касается там индекса доллара евро доллара тоже аналогично вчера с учеником как раз обсуждали появилась такая вчера вечером небольшая модель аналогично как и по канадскому доллару канадский доллар там сильная модель на дневном графике здесь на часовичках такая моделька и здесь возможен какой-то коррект возможно коррекция какая-то по евро доллару поэтому в текущих там все что выше 1 08 я за покупки со стоп лоссом за вчерашний минимум это 07 50 посмотрим возможно здесь происходит какой-то ложный пробой уровня 08 и мы уйдем на коррекцию по евро доллару какую-то локальную или возможно то сильное укрепление которыми я говорил такой не сильный сигнал но он поэтому покупаем евро доллар спасибо виталий за идеи точку зрения следим следующий эфир в понедельник подведем итог писать в понедельник как раз у нас с тобой будет возможность с утра обсудить все итоги выборов посмотрим чему все это приведет будет ли это открытие с гэпом которые многие ждут но наверное если марили пен будет станет президентом франции потом не просто открытие с гэпом там вообще без действительно поэтому контролируйте риски это очень важно потому что движение евро точно затронет все прочие рынки фондовый рынок тоже потому что тема все-таки президентские выборы и наше традиционное напутствие вам обязательно не злоупотребляйте рисками следите за загрузкой депозитов это очень важно стоп-класса контролируйте мы вам подсвечиваем друзья возможности идеи но риски прежде всего на вас то есть вы прежде всего ответственность за принятие тех решений которые вы принимаете питали спасибо тебе еще раз хорошего у тебя закрытия недели классных выходных и в понедельник увидимся спасибо вам пока удачи